Сегодня будет у нас волшебство. Перед вами монета. Екатериновский пятачок. И сегодня будем колдовать, творить сказки, волшебство именно с этой монетой. Вуаля! Вот такая вот у нас монета после чистки. Как вы думаете, как вам результат? Какая была и какая стала? Красивенькая зачетная монетка. Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередная сказка, очередной фокус. И сегодня будем фокусничать именно с Екатериновским пятаком. Пятак довольно-таки интересный, сохранчик не особо достойный. Но мы постараемся из него сделать конфетку. Да-да, ребята, будет ловкость рук и никакого мошенничества. В помощь нам, конечно же, все инструменты, которые недавно приобрел. Если интересно, ссылочки на этот инструмент, на эти жидкости, имеются под видео в описании. Если заинтересовался, можешь зайти и все приобрести. Так что смотрим за колдовством и никакого мошенничества. Ну что, ребята, давайте поближе посмотрим нашу монету, с которой мы будем сегодня колдовать и творить чудеса. Как вы видите, монета у нас очень такая грязненькая. Ничего хорошего при химической чистке выявить, возможно, не стоит. Но мы все же попробуем. И результат вы увидите, конечно же, в конце. Досмотрите видеосюжет без перемоток. И я вам расскажу и покажу, как я ее сделал шикарную и красивую. Ну что, ребята, начнем. Берем нашу жидкость НЗТ. Наливаем небольшое количество. Я думаю, этого будет достаточно. И, конечно же, будем творить чудеса вот с этой монетой, которую я вам изначально показывал. Монета, в принципе, неплохого внешнего вида. Но хотелось бы, чтобы она была куда интереснее. Как вы видите, неровная патина, проглядывается зелень. Здесь очень плохо видно рельеф. И мы ее бросаем в нашу жидкость. Все, монета в жидкости. И хочу включить секундомер, который будет снимать все время, не выключая. И посмотрим, за какой период сумеем привести монету в шикарное, волшебное состояние. В жидкости, как вы видите, уже стало работать. Периодически монетку будем переворачивать. Сейчас прошло уже 40-50 секунд. И уже видим результат. Перевернем монету. И тоже пусть равномерно все чистится. Ну и все, ребята, хватит ей там лежать. Вынимаем. Лежало полторы минуты. Берем обычную салфеточку и протираем ее. Все, ребята. Полторы минуты и монета готова к дальнейшим действиям. Видите, да? Все. Больше с монетой ничего делать не будем. Продолжаем следующее действие. Следующее, что мы будем делать. Берем нашу волшебную палочку. Вот она, красавица. Волшебная. И просто-напросто берем и ее затираем. Делаем равномерный цветовой слой. Видите, да? Результат какой. Но хочу вас немножко предостеречь тем, что палочкой является непосредственно стекольное волокно. и старайтесь не дышать этой гадости. Так. Здесь уже почти готово. И теперь то же самое с другой стороной монеты. Видите, да? На монетке есть черные такие пятна. И эти черные пятна удаляем другой стороной. Втирая посильнее щеточкой. Проявится, конечно, небольшое количество видите, да? Проявляется чистая медь. Затираем. Ну, почти готово то, что нам надо. Это моя первая монета, которую я чищу вместе с вами этими жидкостями. Ну, как? Пойдет, пойдет. Здесь мы патину сохранили даже родную, ребят. Здесь, к сожалению, краснота у нас проявилась. Да? Видите, да? Итак, ребята, мы монету как бы почистили. Выглядит она вот так вот. Но мне такой результат не нравится тем, что проглядываются небольшие микропоры. И из-за того, что цвет был неровный, я до чистого металла все это сделал. Сейчас я возьму шиберочки и пройдусь именно там, где меня не устраивает. Ну, и потихонечку, полигонечку сейчас будем добиваться того результата, который мне хочется быть желанным. Никуда не торопимся. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ребята, к сожалению, мне приходится зачищать всю родную патину В связи с тем, что появились у нас раковины То есть монета, оказывается, не очень в шикарном виде была И вот приходится все зачищать при помощи шабера Но ничего страшного По крайней мере, мы теперь знаем, что с ней дальше делать Сейчас зачистим одну сторону шаберком Отполируем именно И потом приступим к другой Наложим потом новую патину Ну, без этого никуда Монета, к сожалению, оказалась в не очень шикарном внешнем виде Ребят, сейчас приступил Я обрабатываю вторую часть Часть орла И рельеф, ребята, очень зализанный И я стараюсь Именно самые верхние части монеты Рельеф не трогать Все делаю Самые глубокие части И обрамляю тем самым еще и рельефчик Потом, после того, как я все сделаю с монетой Уже буду заглядывать на сам рельеф И прорезать перышки Чтобы было отчетливо видно Мелкие части Но сейчас я осуществляю непосредственно Зализывание металла Потому что металл рыхлый И мне нужно при помощи шаберка Хоть немного их загладить Как я определяю, загладил я или нет? Ну, при помощи руки и звука Когда я попадаю на новое рыхлое место Шабер работает очень громко И рука чувствует, что Как бы, знаете, неровность металла И когда шаберок начинает гладенько ходить Звук уменьшается Это означает, что поверхность стала более-менее гладкая Но из-за этого мне приходится Все это делать до чистого металла Без этого никуда не деться Красота требует жертв Вот таким вот способом Мы и осуществляем Новую жизнь В монете Надеюсь, первый опыт Будет удачным И всю красоту этой монеты Я вам продемонстрирую Ну, давайте приступим Вы будете смотреть А я буду чистить Приходится очень аккуратно Осуществлять детализацию Как вы видите, монета не очень-то Супер шикарного внешнего вида И приходится детализацию Осуществлять очень нежно Очень кропотливая такая работа Но не сложная, ребят Не сложная Каждый среди вас Сможет работать Таким вот инструментом Знаете, на что похоже На детские раскраски То есть, когда в детстве Возможно, вы работали Раскрашивали цветные картинки И здесь то же самое Аккуратно Нежно Окрашивайте те участки Которые нужны И здесь тоже так же Идеальное сравнение, ребята Идеальное Кто в детстве рисовал Значит, сможет А я думаю, раскрасками Работали все Сейчас я просто поднимаю Небольшой рельефчик То есть, делаю округлые Формы именно там, где нужны Или же ровные Видите, да? Сам рельеф Я не трогаю А работаю непосредственно В внутренней части Сам рельефчик Как бы не задевая тем самым Вот так вот кропотливо Зачисткой монеты Может уйти достаточно много времени Ребята Механическая чистка Очень занимает много времени Но оно того стоит Уж поверьте Результат Чистки вас очень порадует Хотя монета пока выглядит Не очень, да? Не очень красиво Ничего интересного Монета как монета Но по крайней мере Результат уже На лицо Итак, ребят Монету я почистил Как вы видите Монету я запатинировал То, что мы монету Практически до чистого металла Чистили Мне пришлось Его запатинировать При помощи Обычной серной мази Вот Ну, серная мазь Легла неровно Я ее Наносил При помощи Подушечков пальцев И горячей проточной воды Но все равно Патина лежит неровно Имеются небольшие пятна Вот После того Как я мылом Еще потом промыл Все равно Не идеально И для этого Мы берем Нашу волшебную щеточку И слегка Проходим там Где у нас Неровности И как видите Да Видите Цвет Сравнивается И так Проходим по всей Монете Следующее, ребят Что я делаю После того Как нанес Именно Серную мазь Я прошелся По всей монете Непосредственно Непосредственно Этой кисточкой И загладил Все неровности И цвет Да Это как бы Знаете Микро Такая Чистка Ну Типа Знаете Заравнение Неровностей И получилось В принципе Добротно Как-то Вот так Вот Видите Надеюсь И теперь И теперь Мы будем Делать Следую Берем Именно Нашу Вот Такую Паралоид И промакиваем Всю монету Со всех сторон При помощи Кисточки Я же Использую Обычную Ушную Ватку В инструкции Написано Либо Кистью Промазывать Или же Дать Монете В жидкости Пролежать 10 минут Я же В целях Экономии Просто Промакиваю Она Просыхает Я Снова Промакиваю Просыхает Я Снова Промакиваю И так 2-3 раза Пока Жидкость Не впитается В саму Монету Даем Отсохнуть И будем Переворачивать Монету И с обратной Стороны Тоже Сделаем Самое Монету Перевернули Вне эфира И снова Промазываем Несколько Слоев 2-3 Слоя Я считаю Достаточно Просыхает И снова Промазываем Это Средство Предназначено Для Консервации Как бы Так Как написано В инструкции Применяется В качестве Защитного И консервирующего Покрытия Заполняет Микропоры Укрепляет И консервирует Металл Дерево Керамику И другие Материалы Ждем Пока Монетка Просохнет Как вы видите Монета Уже Выглядит В принципе Достаточно Приятно Пойдет Помните Какая она у нас была Надеюсь Помните Итак Монета у нас Просохла И рекомендует Эту монету Нагреть При помощи Обычной Лампы Нагревающей Лампы К сожалению У нас Таких Ламп Нет Уже Давно Перешли На Лампы При помощи Светодиодов Ну И рекомендует Монету Как бы Нагреть И сейчас Мы Ее Будем Нагревать Нагреваем С обоих Сторон Я Нагреваю При помощи Обычной Зажигалки Так Монетка Немножко Нагрелась Ай Все Монетка Нагрелась И Ее Нужно Теперь Протереть Протереть Нужно До Блеска И сейчас Давайте Посмотрим Натираем Монету До Блеска Я делаю Пальчиками И Тряпочкой Можно Даже Обычным Пальцем Как вы Видите На тряпочке Ничего Не Остается Это Делается Для Лоска Монеты А Также Заглаживаются Микропорой Которые У нас Образовались То есть Небольшие Кратеры Тем Самым Еще Осуществляется Консервация Монетка Просто Заиграла Очень Красивая Стала Блестящая Зачетная И С другой С другой Стороны Осуществляем То же Самое На тряпочке Как вы Видите Небольшой Такой Жирноватый Налет Именно Жидкости Которым Мы Промакивали Всю Монету Это Не грязь Это Просто Такая Знаете Масляная Такая Субстанция Излишки Ну Я думаю Достаточно Смотрите Какая Монета Стала Красива Ай 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 Смотрите Как она Стала Играть Ребята Да Красотища Вообще Огонь Ну Оцените Прелесть Ну И Последний Этап Что мы Должны Сделать Это Возьмем Самый Натуральный Консерватор Это у нас Космо Лоид Именно Этот этап Будет Завершающий По чистке Монеты Мы Просто Берем И Наносим Законим Ну Давайте Так Как Это Пятачок Надо Нам Ее На Многие Годы Законсервировать И Сделаем Два Слоя Высохла Мгновенно И То же Самое Здесь Надеюсь Я Все Сделал Правильно Если Есть Специалисты Вы Уж Извините Это У Меня Первая Монета Которую Я Начал Осуществлять Чистить При помощи Непосредственно Этих Растворов И В Принципе Получилось Неплохо Сейчас Я Вам Покажу На Результат Ну Что Ребята А Вот Результат В принципе Я считаю Получилось Как бы Добротно Знаете То что Было Оказывается Монета В принципе Неплохого Сохрана Ну Пришлось Мне Все Счищать Всю Родную Патину Непосредственно До Чистого Металла И Мы Использовали Шиберки И Вот Эти Вот Растворы Жидкости Профессиональные Между Прочим Результат Нормальный Вот Вот Такая Вот Сегодня Была Очередная Сказка Как Вам Мне Очень Очень Под Души Мне Понравились Эти Жидкости И В дальнейшем По мере Возможно Буду Конечно Же Их Использовать Но Опыты Я Не Буду Заканчивать Стараемся Экспериментировать Именно Для Вас Итак Ребят Я Настолько Увлекся Самим Процессом Чистки Что Меня Теперь Не Остановить Одно За Одной Я Восстанавливаю Реставрирую Монеты Так что Если Вам Понравились Данные Методы Продолжаем Смотрим Как Я Творю Волшебство Вместе С Вами В Прямом Эфире Итак Ребята На этом Я Закончу Свой Видеосюжет Очередным Фокусом Который Мы С Вами Показывали До Этого Сегодня У нас Был Екатериновский Пятак И Достойно Теперь Займет Место В коллекции Или У Меня Или У Вас Который Мы В ближайшем Будущем Конечно Разыграем У себя На стриме Так что Не пропускаем Принимаем Участие Не забываем Подписывать Если ты Первый раз У меня На канале У нас Очень много Интересного Друзья У нас Все Адекватные Все Профессионалы Есть Новички Которые Учатся У старичков Я В том числе Ребята Да Я Не считаю Себя Профессионалом Я Учусь Так же Как и Вы На своих Ошибках И На лбу Очень много Шишек Которые Я заработал За 8 лет Копа За 8 лет Чистки И теперь Передаю Опыт Вам Новичкам Так что Старички Так же Пишите В комментарии И Предлагайте Свои варианты Свой опыт Буду У вас Перенимать Так что Очередной Фокус Волшебство Был Сегодня На этом И Все До новых Встреч На копе На огородах На шуруфах Или же Почистке До новых встреч Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова